Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения вашему драгоценному вниманию. Предлагаю тему, думаю, полезную для всех, как научиться понимать детей. Читает Гора. Мои дети на вопрос, как дела, 99 раз из 100 отвечают нормально. Раньше я думал, что дела у них действительно нормально, а оказалось, нужно по-другому формулировать вопросы. Ниже 100 вопросов ребенку, на которые ему будет интересно отвечать, которые дадут родителю кучу новой информации о детях и займут вас всех достаточно надолго. Отличный список. Я бы сам с удовольствием ответил на парочку. Первое. Нескучные вопросы вместо «как прошел твой день?» Какое событие сегодня было самым интересным? Что нового ты узнал за день? Что заставило тебя улыбнуться сегодня? Кто сделал что-нибудь смешное, веселое, глупое? Что удивило тебя сегодня? Помог ли ты кому-нибудь? Кто-нибудь сделал что-то хорошее для тебя? Ты сегодня горделся собой из-за чего? Тебе было грустно? Что сегодня было сложным или непонятным для тебя? Во что ты играл сегодня со своими друзьями? С кем ты сидел сегодня за обедом? С кем из одноклассников ты хочешь дружить, но пока не дружишь? Кто из воспитателей или учителей тебе нравится больше всех, а кто не очень? Если бы ты на один день стал учителем, чему бы ты научил своих одноклассников? Что-нибудь привело тебя в раздражение? Кто-нибудь в этот день поступил несправедливо? Было ли что-то, что тебя смутило? С чем бы ты был не согласен сегодня? Если бы сегодняшний день можно было прожить еще раз, что бы ты сделал по-другому? Что у тебя не получилось на этой неделе? А что получилось? Второе. Вопросы, которые развивают фантазию. Если бы с неба шел дождь из еды, что бы ты хотел? Что бы это было? На каком животном ты хотел бы прокатиться? На слоне или на жирафе? Если бы ты мог переименовать цвета, как бы ты их назвал? Если бы наша кошка умела разговаривать, что бы она сказала? Если бы ты мог задать вопрос любимому дикому животному, что бы ты спросил? Если бы у тебя была своя пещера, что бы было внутри? Из чего можно построить стену, которую невозможно разрушить? Какое животное могло бы хорошо водить машину? Каких изобретений не хватает миру? Что было бы, если бы машина времени существовала? Как бы был устроен мир, если бы люди не придумали деньги? Если бы у тебя была волшебная палочка, какие три желания ты бы загадал? Третье. Вопросы о ребёнке. Какие пять слов описывают тебя лучше всего? Что тебе нравится в себе, что тебе нравится в себе, а что нет? Если бы ты мог что-то изменить в себе, что бы это было? Если бы на один день можно было бы стать кем-то другим, кем бы ты стал? Если бы ты был супергероем, какой силой бы ты обладал? Если бы ты мог поехать куда угодно, куда бы ты поехал? Какие звуки тебе нравятся? Чего взрослые про тебя не понимают? Каким был лучший комплимент, который тебе когда-либо говорили? Какое занятие делает тебя счастливым? Какой праздник ты любишь больше всего? Как ты заботишься о других людях? Что вызывает в тебе надёжность? Что ты чувствуешь, когда я обнимаю тебя? От чего ты можешь заплакать? Что заставляет тебя злиться? Что тебя пугает? Что бы ты больше хотел уметь? Летать как птица или плавать как рыба? Если бы у тебя был миллион долларов, на что бы ты его потратил? Если бы у тебя было достаточно денег, чтобы не работать, ты бы работал или нет? Если бы ты открыл собственный магазин, чтобы там продавалось? Если бы ты писал книгу, о чём бы она была? Тебе нравится что-нибудь дарить другим людям? Каким был бы твой идеальный день? Что ты умеешь делать такого, чему бы мог научить других? Чему бы ты ещё хотел научиться? Каким был самый счастливый, несчастный момент твоей жизни? Из всех вещей, которые ты знаешь, что будет самым нужным во взрослой жизни? Если бы ты мог путешествовать во времени и увидел себя три года назад, какой бы совет ты себе дал? Чем ты больше всего гордишься в жизни? Кто из твоих друзей тебе нравится больше всего? Почему? Что ты будешь делать, если кто-то обзовёт тебя? Если бы ты сейчас вырос и стал знаменитым, в чём бы ты прославился? Чем ты можешь помочь кому-то уже сегодня? Если бы ты мог провести один день с каким-либо человеком, кто бы это был и что бы вы делали? Четвёртое. Вопросы о жизни и устройстве мира. Что делает человека умным? Как ты думаешь, что чувствуют другие люди? Зачем ходить в школу? Какой будет в жизнь в будущем? Что бы ты поменял в этом мире, если бы мог? Легко ли быть ребёнком, а взрослым? Как узнать, что ты уже повзрослел? Ребёнок обязан уважать всех взрослых? Нужно ли всегда слушать родителей? Как можно наказывать детей и за что? Имеет ли человек право украсть еду, если умирает от голода? Можно ли всегда делать то, что хочется? Зачем люди врут? Можно ли всегда говорить всё, что думаешь? Почему люди разводятся? Почему люди ссорятся? Разве нельзя обсудить всё спокойно? Почему взрослые мало улыбаются? Почему люди курят, если это вредно? Что такое плохое и хорошее настроение? Что надо делать в старости? Что такое душа и где она находится? Что такое любовь? Как понять, что кто-то тебя любит? Может ли любовь длиться вечно? Что такое счастье? Можно ли всегда быть счастливым и никогда не грустить? Можно ли быть счастливым без денег? Почему богатые люди не делятся деньгами с бедными? Все люди равны. Можно ли считать мир прекрасным, если в нём есть война и голод? Можно ли обойтись без войн? Есть ли польза от проблем и трудностей? Можно ли ответить грубостью человеку, который груб с тобой? Или нужно оставаться вежливым? Можно ли завидовать? Завидовать. Для чего нужно искусство? Кто определяет, что красиво, а что нет? Нужно ли принимать свою внешность такой, какая она есть? Если бы можно было издать закон, которому всё в мире должны были бы подчиняться, каким бы он был? Можем ли мы менять свою судьбу? Или она уже предопределена? Для чего мы живём? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...